привет всем сегодня ко мне приехала моя подруга алена и она сейчас научит меня и вас делать суп с галушками вот но перед тем как делать суп мы будем делать тесто для галушек и алена говорит что мы делаем для начала вливаем в емкость кефир где-то грамм 200 будет достаточно плюс 200 соду где-то в чайную ложечку на этот кефир знать от объем кефира и гасим немножко нужно посолить совсем чуть-чуть щепотка соли и теперь добавляем количество муки зависит от сорта потом по тесту я вам покажу какое должно быть вбить сейчас нужно одно яйцо и по чуть-чуть добавляем муки добавляем чуть-чуть перемешиваем можно сразу ложечки 3 столовые я пишу раньше всегда думала что тесто это обязательно нужны дрожжи практически диетическое и кстати никогда не делала и наверное даже не кушала суп с галушками сегодня попробую все бывает впервые это у нас уже четвертая ложечка даже 5 вот уже столовых мы бросим вот здесь уже можно по чуть-чуть добавлять чтобы много не бросить муки а если мы много бросим муки они будут жесткие ну да они такие как типа резиновые еще еще нужно мы соленые так редко видимся и когда встречаемся у нас такие вот вот таким мы занимаемся ребятки это я думаю будет достаточно это дома часто готовишь вкус достаточно часто когда кефир остался любите когда кефир остается вылить жалко уже пить вроде бы нет и нормально идет без порчи продуктов кстати можно еще насчет по поводу порчи продукта вот это я очень многие я знаю так делать когда есть там сметана остается оладушки можно сделать далее из кефира тоже оладушки сделать можно да конечно кстати да можно тоже приготовить даже сыворотки вот а у меня конечно же с этим сложно у меня если остается кефир со сроком не очень проще его выкинуть теперь ты будешь знать что делать все и мы даем этому тесту немножко отдохнуть ну а тем временем почистим овощи и поставим их вариться потому что тесто нам самый последний момент понадобится уже когда будет готовая картошка а в этот суп обязательно можно я так понимаю без мяса мы его делаем можно я на бульоне не делаю да это вредно кстати зачем бульон и тесто там куда это будет уже 2 картошки морковка и лук да да ну и зеленушка я думаю вы все умеете овощи чистить но я думаю не все удобный ножичек отлично за прочим морковка домашняя поэтому такая некрасивая так почистили мы овощи сейчас мы включаем воду ставим ее так сразу на семерочку чтобы быстрее закипела бросаем туда луковицу целую напоминаю что лук у нас семье так мы едим не едим кубиками поэтому мы целы вообще можно порезать да на зажарку как мы кубиками как вы режете все водичка закипает а мы начинаем резать морковку тереть ой тереть так количество тоже морковки зависит от того насколько вы любите и кушать я думаю этого будет достаточно на и это тоже мы высыпаем краду холодно да вот так там холодно все пусть она закипает а мы будем резать картошку подготавливать картошку мне уже нравится этот суп легкий картошку тоже режем произвольном порядке ну и вторую также режем до заливаем водичкой чтобы она не почернила вот и ждем пока закипит наша морковка с лучком и так покипела у нас морковка с лучком сейчас мы добавляем картошечку сейчас я водичку водичку пока у нас варится морковка и картошка мы лясы точим и высыпаем картошечку все кипит нашу картошку ждем долго да почти чтоб она готовая была потому что там еще пять минут и галушки будут готовы пусть картошечка до полу готовности картошки а мы пошли дальше пить фреш и так картошка наша уже почти готова вот такой вот бульончик получился а сейчас алена покажет как нужно нарезать петрушку да я взяла просто ножки обрезала ножичком режу дальше она нет она все столбики оборвала красивенько взяла вот вот так вообще чтобы не было ни капелечки ножичек видите и погнала миленько красивенько теперь идем теперь идем делать запускать галушки я беру чай руки не мочишь да и вот так небольшими методами так пальчиком просто так пальчик маленькие такие прям но они немного это раз это воздух надо можно ложечку тоже начать и вот они уже всплывают вот это супеечек получится а прям так он и готовится не должна тут быть не каши не риса не я не вожу я обычно еще такие супы могу знаете что ложить овсяную крупу две ложечки овсяный хлопья прямо она разваривается и она тут это добавляет она гуще да надо просто здесь тесто она уже сама по себе как бы такое будет сытная я не вижу смысла как типа ёшка будет а вот вам и суп с галушками а тебя кто учил этому рецепту мне это еще бабушка моя мама делать немножко по-другому она делает тесто чтобы она была покрутили если правильно сказать больше муки она потом режет и обжаривает ничего себе но я не хочу обжаривать потому что это лишний жир ну как-то так вот так на полезнее даже без зажарки без бульона проще это проще это много времени не занимает мне кажется мы тесто на голота сделать поэтому все тесто использовать мы не будем я еще обычно тесто можно немножко добавить муки и на сковородке обжарить как лепешку когда стоит да и я еще иногда даже его замораживаю тесто и можно 2 а еще я могу в конец супа ну когда он же сварится кусочек сливочного масла это обязательно я добавляю кто-то оливковое прям уже нет надо сливочное ну я тоже сливочный аромат придаст такой прям будет ну и луковицу потом можно выделить пусть посолить и луковицу доставить да посолить еще мы не солим я просто изначально всегда бульон солим помешать посмотреть сколько это мало мало еще они такого не так раз это я бы сделала я пушу пухи такими сделала они бы мне были как луковица а так они ля как разбухает класс и без дождей до ну и тут пусть она когда закипит в минут пять пусть хорошо не прокипят вместе надо чтобы она внутри можно уже сейчас посолить на надо да 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 тесто у нас же соленое мышцы до да не знаю да давай счастливого года это не сверху сплыли а снизу да нету никакой у нас крупы и там то можно нас но они немножко осядут, они потом напитаются. Ну вот, сейчас мы посолим это дельце и вот и соли уже, как вы там любите. Солить, поперчить можно, да? Да, да, ну это уже специю себе на вкус. Смотрите, как я придумала, можно даже вот туда, даже пальцем, да, вообще руки. Так, так еще лучше. Класс. Я думала их прям крутить там как-то надо, галушки. Ну, если тесто крутое сделаете, то можно, да. Я как-то ножницами прям резала, колбаски крутила. Все, сейчас кипит. Пробуйте на соль, перчик. Итак, то, что у нас осталось, мы все-таки решили обжарить. Алена предложила, говорит, давай сделаем, как вот она лепешечку, да. Да, добавили чуть-чуть муки. Гуще будет, да? Да. Или, как правильно, не гуще. Ну, тесто поплотнее будет, можно будет его потом руками попереминать. Я предлагаю тебе поставить сковородку. Пока достанем, да, и разогреем сковородку. Да, а потом я в руки возьму и скручу тарик. Все, завершающий этап. Ложим масло, чайную ложку сливочного масла и вот зелень. Все, выключаем и накрываем крышкой. Итак, наш суп с галушками от Алены готов. Скоро мы будем его кушать. Подписываемся, ставим лайки и, конечно же, пишем комментарии. Так, разогрели сковородку, наливаем масло подсолнечное. Ждем, пока оно разогреется у нас. Вот, лепешка наша уже готова. Алена ее здесь уже подмесила. Руки немножко. Муками, да. Тестечко. Муки еще немножко надо. Лепнет, да? Да, лепнет. Сейчас сделаем вот так. Это как меня бабушка учила. Вот так. Берем, ручки смазали мукой. Я с тестом абсолютно не умею работать. Не дружу с ним. Казалось бы, просто замешали все. Муку всыпали. Ну, в следующий раз попробую сварить этот суп я. Разогрелась наша сковородка и мы ее разогрела. Новоротка разогрета. Мы просто берем и ложим эту лепешку на масло. И вот так она не орет. И потом и с другой стороны? Да, а потом нужно будет перевернуть ее. Все, ждем, пока эта сторона обжарится. Теперь переворачиваем на другую сторону. И накрываем, чтобы она пропарилась еще. Обалдеть. Итак, мы решили уже, она готова. Алена говорит, пора снимать. О, какая красотка. Можно сыром затереть. Сливочным маслом помазать. Ну, в общем, мы идем к столу. Насыпаем наш суп. Неси туда нашу галушку одну. А суп, смотрите, какой красивый. Ох, с зеленушечкой. Да, надо лучок достать, наверное, да, нам? Или потом? Я думаю, потом. Потом, да. Так, размешаем. Будем мы сейчас пробовать наш суп с галушками. Обалдеть. Можно еще сметаночки сюда добавить. Я вообще-то в любой суп люблю сметану. Не знаю, как вы. Ну, прям очень. Мне кажется, сюда было бы вкусно и грибов добавить. Да, и жарим. Вот, мне кажется, все. Можно. Все, идемте к столу. Итак, вот мы уже готовы кушать. Разрезайте нашу галушку одну большую. Слушайте, отличный вариант без дроздевого хлеба. А я представляю, как она вкусная. Ну, реально вкусно. У меня бабушка в селе тоже такие лепешки делала. Пористая, мягенькая. Все? Мы начнем. Приятного аппетита. Давайте я попробую и вам скажу. М-м-м. Обалдеть. Ну, тюшечка. Вот вы скажете, ничего, ни бульона, ничего сложного нет. Сварили картошку, бросили галушки. А вот нет. Всем привет. Это очень вкусный бульончик. Ну, бульон, не бульон, как назвать. Ну, вот. М-м-м. Очень вкусно. А еще и с такой лепешкой. Поэтому делайте больше теста, чтобы пожарить все равно потом к этому супу такую галушку. Все. Приятного аппетита нам. Ставим лайки и смотрим дальше наш рецепт другой. А Алена в следующий раз приготовит вам что-нибудь еще. Да, Алена? Конечно. Всем пока. Пока.